Здравствуйте, друзья мои и, конечно же, многоуважаемый дисбат, батальон дизлайкеров. Сегодня опять хочу вам предоставить парочку интересных фактов, которые для меня практически стали парадоксом. Не удивляйтесь. Вот эти светодиодные лампы, совершенно такого для меня неизвестного производителя, это не Philips, не Panasonic. И чтобы это видео не было рекламы, сразу хочу сказать, что лампы эти не самые удачные. Мне ужасно не нравится вот такой цоколь, применять их мало где возможно для меня. Парочка софитов в моей квартире не спасает ситуацию. Разумеется, эти лампы куплены ради эксперимента. Одна из них уже разобрана, и вы это прекрасно видите. А теперь подробности о них и что же в них такого странного и интересного. Чтобы показать вам факт, который меня действительно удивил, я приобрел три лампочки одного и того же производителя. Это галогеновая лампочка на 500 ватт, а вот эти две одинаковые. Одинаковые они по формату, это светодиодные лампы, все вот здесь написано. Одинаковые они по потребляемой и эквивалентной мощности. Одинаковые они и по характеристикам, и по фалебным эпитинам, которые на них написаны на упаковке. На упаковке написано, что можно сэкономить с помощью этих лампочек до 90% по отношению к лампам накаливания. То, что у них приятный, не мерцающий свет. И то, что они светодиодные и нерегулируемые. Вот здесь вот есть этот значок. Все практически одинаково. Но, вот эта лампочка рассчитана на напряжение 230 вольт, а вот эта лампочка рассчитана на напряжение 12 вольт. При этом, несмотря на то, что заявленные характеристики одинаковы, вот здесь есть табличка, в которой мы можем увидеть светимость в люминах. У этой лампочки она 330 люминов, это 12-ти вольтовая лампочка. А у лампочки на 220 вольт целых 350 люминов. Кажется, все просто. Но, первым же моим предположением было, что обе лампы должны быть абсолютно одинаковыми. То есть, блок питания у каждой из них должен отличаться только либо гасящим конденсатором, либо резистором. Эта лампочка на 12 вольт, и я беспощадно вскрыл ее. Здесь мы можем хорошо видеть диодный мост и конденсатор. Есть еще какая-то деталь, назначение которой пока мне неизвестно, но она не особо важна. Хороший алюминиевый радиатор. Здесь стекло. И можно насчитать 20 штук светодиодов. Реально хорошо и расположены они прямо по всей поверхности. Это наиболее выгодный вариант расположения светодиодов. А что же с лампочки на 220 вольт? Я пока еще не стал ее вскрывать, да и нет необходимости. Посмотрите. В лампочке на 220 вольт светодиодов гораздо меньше, чем в лампочке на 12 вольт. Пятно светимости гораздо меньше. Если здесь можно посчитать 20 светодиодных сборочек матриц или просто светодиодов, то здесь их всего, можете посчитать сами, 14. На 6 светодиодных сборок матриц или светодиодов здесь меньше. При этом светимость вот этой лампочки больше по паспорту, чем у этой. И это мы можем даже проверить. Давайте проведем небольшой эксперимент. Я подключил светодиодную лампочку, которая рассчитана на 12 вольт, к блоку питания, который тоже выдает у меня 12 вольт. И мы можем на амперметре наблюдать энергию света, которая генерируется при освещении этой лампочки вот этой солнечной панелью. Запомним это число. А теперь я подключу лампочку на 220 вольт с теми же параметрами. Включенная лампочка с теми же параметрами, но с питанием от сети в 220 вольт, выдала нам значение 9,5, что в принципе соответствует разумно написанному комментарию на вот этих упаковках. Одна лампочка имеет светимость в 350 люминов. Эта лампочка на 220 вольт. А вторая лампочка имеет светимость 330 люминов. То есть отстает, ну, примерно, грубо говоря, на 10%. Что и подтверждается экспериментально. Но что же меня-то удивляет? Меня удивляет то, что для более мощной посветимости лампочки и более экономичной в результате использовано меньшее количество светодиодов. То есть вот эти светодиоды, потребляя меньше тока, потому как этот блок питания гораздо более экономичный, чем просто вот этот диодный мост и конденсатор, выдает света больше, чем вот это количество светодиодов, запитанных как бы в нормальном режиме. Все мы прекрасно знаем, что светодиодные лампочки призваны заменить лампочки накаливания и при этом выиграть по освещенности. То есть мы экономим на электричестве и при этом выигрываем в освещенности. Лампочка в 35 ватт, как это здесь вот заявлено на коробочке, и можно убедиться, что светится она очень хорошо, то есть 50-ти ваттная лампа, по сути дела, светит светом, световым потоком в 350 люминов. Легко догадаться, что поделить 350 на 35 мы получим значение примерно десятка, то есть 10 люминов на 1 ватт. Но это если мы будем брать эквивалент, не правда ли? Если разделить, конечно же, 350 на 5 потребляемых ватт, то значение будет гораздо больше. Это будет 70. И тут в очередь вступает вот эта лампочка. Если бы мы неграмотно прочитали значение вот этих мощностей, то мы бы убедились вдруг, что галогеновая лампочка накаливания умудряется светиться гораздо более эффективно, чем светодиодная лампочка. Почему? Все дело в том, что 500-ваттная лампочка, вот эта галогеновая, горит с энергоэффективностью, так тут прямо и заявлено, и написано, 15 люминов на ватт. Интересно? А у этой лампочки получается 10 люминов на ватт. Но это будет только в том случае, если мы будем брать эквивалентную мощность. Реальная мощность 5 ватт потребления, она, конечно, гораздо более эффективна. То есть, можно увидеть парадокс, раздуть из него слона и показать, что оказывается лампы накаливания даже получше светят, чем вот такие, если неграмотно читать вот эти характеристики. Но это еще не все. Почему, собственно говоря, я взялся именно за эти лампочки и решил показать вам именно их? Этот производитель, экологичный, хороший, вот все его маркировочки, заявляет вот что. Что произведен этот товар Made for Europe, для Европы. Экспортный вариант, который продается во многих странах ближнего зарубежья, в том числе у нас, вполне качественный, вполне конкурентоспособный и сделанный именно для Европы, а никак не для Азии. Я не знаю, кто доверяет лампочкам европейских производителей, а кто доверяет лампочкам азиатов. Но здесь, в Азии, вот эти лампочки у нас встречаются крайне редко. Очевидно, что все они уходят в Европу. А там точно такие же корпуса, алюминиевые, хорошо собранные, со стеклом вот здесь вот и с такими же светодиодами, имеют маркировку уже не вот такую, а Philips, да и прочие, гордящиеся своей продукцией. А вот на лампочках фирмы Philips, которые продаются у нас здесь, я обнаружил ту же маркировочку, сделанную в Китае. Может быть и не парадокс, а может быть и парадокс. Как знать.